Сдать экзамен по правилам дорожного движения, пройти полосу препятствий, оказать первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП вот далеко не полный список испытаний, которые предстояло преодолеть участникам городского конкурса «Папа, мама, я автомобильная семья». У кого это получилось лучше остальных, расскажет Максим Швец. В этом году желание побороться за главный приз изъявили четыре лабутнанские семьи. И прежде чем приступить к выполнению основных испытаний, капитанам команд необходимо было сдать экзамен на знание правил дорожного движения. На решение 20 вопросов отводилось 20 минут. Участники сделали это намного быстрее, но, к сожалению, допустили ошибки. При сдаче на водительское удостоверение допускается только две ошибки. Но наши самые лучшие результаты – это четыре ошибки. Хорошо было бы, если бы они побольше подготовились. Потому что я присутствовал при сдаче, в основном ошибки у них на невнимательность. А вот с полосой препятствий все гораздо проще. С вождением двухколесного транспорта и с названием марок автомобилей справились все без исключения. Но все же самое интересное было еще впереди. Следующий этап – Сити-Квест. В переводе – городские приключения. Каждой семье был выдан маршрутный лист с обозначением контрольных точек, расположенных в разных районах города. И вот первая семья Рудницких отправляется выполнять задания. Папа Андрей, мама Наталья и два сына Влад и Георгий прибывают в пункт номер один. Им необходимо с помощью ручного насоса накачать и лопнуть воздушный шарик. Не теряя времени, семья Рудницких отправляется далее по маршруту. Организаторы приложили максимум усилий, чтобы проверить не только физическую подготовку участников, но и смекалку. Чем кончается день и ночь? С мягким знаком. Правильно. Проследить за всеми участниками одновременно вряд ли бы удалось. Ведь они отправлялись с интервалом в 10 минут и маршрут прокладывали самостоятельно. Один из этапов Сити-Квеста, который организаторы придумали для участников соревнований, это оказание первой медицинской помощи пострадавшим дорожным транспортом происшествия. Такая ситуация может произойти на дороге в любой момент. Главное, чтобы и водители, и пассажиры не только знали, как правильно оказать пострадавшим первую медицинскую помощь, но и могли применить эти знания на практике. Я боюсь, я очень боюсь таких ситуаций, честно, очень боюсь. Ну, не знаю, насколько правильно, но старались, так скажу, я не могу сказать. Не попадала и не хочу попадать в такие ситуации, правда, никому не пожелаю. Ну, знать, как оказать первую помощь? Обязательно надо, обязательно нужно, и стараюсь, узнаю, читаю, но, видимо, могу растеряться. Организаторы соревнований постарались как можно реалистичнее изобразить ДТП. Актерские способности Владимира Махноногова лишь усилили эффект. Моя идея. Я еще вообще хотел не так сделать. Хотел еще одну гоночную машину, как будто на нее поставить. А так вообще бы эффект был. Ну, потом не нашлось, и думаю, да, хватит одной. По итогам всех этапов соревнований определились сильнейшие. Лучшей стала семья Рачок, вторыми Рогозины. И завершили тройку призеров, герои нашего репортажа, семья Рудницких. Но, пожалуй, главный приз, который получили все участники без исключения, это хорошее настроение и проведенное время в кругу семьи. Максим Швецкий.